здравствуйте друзья у нас вопрос из украинского города не знаю какого 300 тысяч населения вот пишут и вопрос о фитнесе об уходе за собой за своим телом за кожей там я уж не знаю вот спрашивают как в кремниевой долине с этим делом с уходом за собой потому что вот у них в городе сейчас открыли фитнес-центр первый только раньше как бы не было ну и вот интересует как в кремниевой долине я из общих соображений сказал бы так из общих чем выше уровень доходов у людей в семье допустим ну и на местности тоже сказывается вот если допустим в целом на местности высокий уровень доходов то когда это всех остальных подтягивает даже тех у кого может быть не такой высокий уровень доходов но это влияет на их сказать образ жизни тоже приходится быть как все так вот чем выше уровень доходов тем больше вы увидите людей следящих за своим здоровьем они более образованные у них есть финансовая возможность позволить себе многое и я вот еду сейчас по улице сан-антонио в направлении хайвей он тут же совсем рядом вот если вы посмотрите слева вот такое большое желтое здание сейчас мы туда вот она там стоит большое желтое здание это местная так называемая джуйка ну то есть джуишь family and children service если там у них жилищный комплекс и там громадный спортивный комплекс я его как-то снимал если вы не поленитесь там поискать на канале года три назад он открывался я как раз делал репортаж а тут так вот к чему я рассказываю чем больше людей денег тем больше они тратят вот на это вот особенность у них образование есть и чем больше образования тем больше они обеспокоены они в курсе они не едят дрянь всякую и детям своим не позволяют приучают их к здоровой пище они с детства занимаются спортом и там рисованием и пением и я не знаю там чем еще на свете вот у нас тут на местности раз уже речь про силиконовую долину у нас очень много выходцев из китая из индии и те и другие равно как и наши соотечественники очень сильно вкладываются в детей то есть они занимаются их развитием и так далее вот я делал сюжет из russian school of mathematics и там вроде бы школа-то такая нашинская вот а в основном занимаются дети индусов и китайцев там есть тоже русские детишки там в небольшом количестве но в основном из индии из китая если вы поговорите с преподавателями музыки то в основном это дети из индии из китая смотрят родители их оттуда так вот что я хочу сказать в бейерии конкретно уж так как тут люди за собой следят я даже не знаю где еще так люди за собой следят но опять в дорогих местах там где высокий уровень доходов я вас уверяю что в нью-йорке там есть места бостон допустим там я не знаю в любом на самом деле мегаполисе есть люди которые хорошо зарабатывают и соответственно есть какая-то инфраструктура которая их обслуживает там и я не знаю вот если вы пойдете в какой-нибудь nail салон где вот ногтями занимаются да и вы можете увидеть там не только женщин но но и мужчин вот там сидят вьетнамы вьетнамки обычно этим занимаются такой вьетнамский бизнес не обязательно вьетнамский конечно просто много таких вьетнамских недорогих совсем буквально за копейки вот они там вам и значит подножки попарят и там щипочками значит кожу там обрежут и ногти пилочкой значит там на ногах сделают хотите лаком покроют наш не хотите не покроют еще пока вы будете там сидеть кресло на котором вы сидите она еще такое вас массирует но вы сами решим себе ставите как массировать и еще вам дают такую чашечку с сухофруктами и водичку с лимончиком внутри чтобы пока вас там все это массирует и ножки обрезает и кремами натирают и горячими камнями в чем-то он тоже эти камни вы вымазаны каким-то кремом это вы не знаете насколько это дешево и насколько это прикольно все и там полно мужиков вот я например тоже хожу там иногда жена меня с собой берет чтобы я был ухоженным вот сам бы я конечно может так с трудом мне иногда и постричься не как это но не суть массаж здесь массажисты хорошо зарабатывают полно работы потому что люди тратят деньги на это что еще сказать много дорогих магазинов и недорогих магазинов очень много и специфически вот азиатских таких бизнесов которые этим занимаются там и травками и иглоукалыванием и всевозможными здоровыми там образами жизни и единоборствами и йогами и мама родная чего тут только нет в этом смысле и уровень очень высокие то есть тут люди которые этим занимаются это как бы качественные специалисты хорошие серьезные то есть не то что он там три месяца где-то курсы прошел и уже там практикуют нет это все лицензируемая деятельность это требует квалификации и так далее вот я как-то чуть ли там плечо тянуло я пошел к женщине китаяночки она в китае была врачом а здесь она иголочки ставит и я вам скажу что будь старов квалификация то есть у человека и это как потому по разговору и потому что делает как делать и так далее все очень серьезно поэтому там где у людей нет денег и нету как бы сказать в обществе не не считается что это хорошо на местности ну так а зачем ему там этом городе 300 тысяч нам там фитнес-центр если туда некому ходить пойти если это депрессивная какая-то местность там толком нет работы если из 300 тысяч половина не работает нигде остальные значит там существуют на пенсии бабушек и дедушек я наслушался историй о том как люди там живут в депрессивных там территориях украины но может быть вот это не история там не не годичной давности может быть там трехлетней давности и вот восточной восточной кстати украине в частности вот а там где собственно и земледелие никакого толком почти нет там почвы не проните и там и загрязненная и вот вот как бы депрессивные места вот только госслужащие там и и пенсионеры поэтому если город в таком месте находится я не говорю что всюду так наверно что если город в таком месте ну такая как тоже будет фитнес-центр ходить но если уж он совсем какой-то там он может бегать по улицам и там в парк пойти или в лес пойти он может там штангу какой-то соорудить самодельную там ее во дворе тягать не обязательно для этого в клуб ходить вот но в общем за их за кремниевую долину вы не беспокойтесь то есть это я думаю что для тех кто хочет заниматься фитнесом следить за собой за кожей там за всем остальным вряд ли есть где-то место лучше чем здесь я я много где бывал и в пределах стадионных штатов я думаю что это самое самое такое место подходящие ребята рассказывают как они там в таиланд и если ты ли там кончиком боджу и там вот там за 3 за 3 копейки и там и так и всякой еще там сексуальным удовлетворением но это не в америке нас подороже не для туристов а так вот для местных на местности живем и много-много-много бизнесов которые ожидают чтобы если вам хорошо сделали сервис то вы еще придете и друзей приведете и так далее поэтому здесь как бы довольно качественно все счастливо